Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» приходит много ваших вопросов. Мы стараемся их немножко суммировать. И вот на один очень актуальный вопрос хотелось бы попытаться с Божьей помощью сегодня ответить. Вопрос о ропоте. Что такое ропот? Почему он возникает? Как с ним бороться? Как избавиться от этой, в общем-то, достаточно неприятной составляющей человеческой жизни? Прежде чем попытаться с Божьей помощью на этот вопрос ответить, и хочется сразу оговориться, дорогие друзья, что мы понимаем под ропотом. Когда конструктивная, благоразумная критика, допустим, той или иной ситуации, допустим, когда мы видим творящуюся несправедливость, когда мы видим на любом уровне, в любом предприятии, в любом коллективе, когда обижают человека, в общем-то, невиновного, кого-то притесняют, какая-то творится несправедливость, когда мы внутренне с этим не согласны. И что очень немаловажно, когда мы не только не согласны, и где-то говорим это наедине, а когда мы можем спокойно, аргументированно, доброжелательно свое несогласие, допустим, свой какой-то протест выразить. Это одно. А когда мы просто ропщим, но никаких предложений с нашей стороны нет. Одно дело, когда человек просто чем-то недоволен, и причем недоволен всегда, это совершенно другое состояние. И вот сейчас, дорогие мои друзья, хотелось бы вот конкретно об этом говорить, именно о ропоте. Что это за состояние человеческой души, когда человек практически всем недоволен? Ропот — это уже духовная болезнь. Преподобный Паисий Святогорец, зачитаю вам, дорогие друзья, из четвертого тома его наставлений, который называется «Семейная жизнь», как он отвечает на этот вопрос. Ропот имеет причиной чувства собственного злополучия, а прогнать его, ропот, можно словословием Бога. Смотрите, какой удивительный. И можно даже сказать, неожиданный для нас совет, что ропот, именно вот это состояние болезненное, можно прогнать из души словословием Бога. Ропот рождает ропот, а словословие рождает словословие. Если человек, встретившись с трудностями, не ропщит, а словословит Бога, то дьявол лопается от злости и идет к другому, тому, кто ропщит, чтобы причинить ему еще больше неприятностей. Ведь чем сильнее человек ропщит, тем сильнее он сам себя разрушает. Смотрите, какой мудрый совет. А ведь это наблюдение духовно опытного человека. Преподобный Паисий Святогорец, к нему стекалось огромное количество людей со своими проблемами, люди, которые обожжены условиями современной жизни. Каждый нес ему свою скорбь и свою скорбь в буквальном смысле слова изливал на его хрупкие плечи. Поэтому это ответ действительно духовно опытного человека, не какого-то, скажем так, психолога, который лишь теоретическое на основании книг и статей что-то знает, а человек, который глубоко познал человеческую душу. Вот что еще дальше пишет преподобный Паисий. Иногда тангалашка, под тангалашкой преподобный Паисий называл лукавого духа, окрадывает нас и учит нас не быть довольными ничем. Когда все случающееся с нами можно встречать с духовной радостью и словословием и иметь благословение Божие. «Знаю одного монаха на Святой горе», вспоминает преподобный Паисий, «если начнется дождь, и ты скажешь ему, снова пошел дождь». Он начинает, «Да, все льет и льет, скоро сгниемся от этой сырости». «Если дождь вскоре прекратился, и ты скажешь ему, дождик прошел», то он ответит, «Да разве это дождь?» «Вот таких же дождей все засохнет, вот раньше были дожди». Согласитесь, дорогие друзья, немножко остановимся, сколько в нашей жизни таких случаев. Хоть солнце, хоть снег, хоть дождь, есть люди, которые абсолютно ничем не довольны. Вот им говоришь, смотри, какое солнце, он говорит, «Да разве это солнце?» «Вот раньше было в моей молодости было солнце». «Смотри, снег идет, смотри, сколько снега». «Да разве это снег?» «Во время моей молодости был снег, а это не снег». И далее преподобный Паисий пишет, «Нельзя сказать, что у этого человека не все в порядке с головой. Нет, он просто привык быть ропотливым. Человек находится в здравом уме, а мысль словно безумный. В ропоте присутствует проклятие, то есть человек ропщущий все равно, что проклинает себя, и потом к нему приходит гнев Божий. «В Эпире», вспоминает преподобный Паисий, «я был знаком с двумя крестьянами. У одного была семья, два небольших участка земли, и он с доверием все вверял в руки Божии. Он трудился, сколько мог, но не мучил себя душевной тревогой». То есть, обратите внимание, он трудился, он делал все, что может, у него руки были в мозолях, но не мучил себя чрезмерной тревогой. «Что успею, то успею», говорил он. Молился и трудился. Иногда он успевал убрать сено, а иногда не успевал, и оно гнило под дождем. Иногда его стога разбрасывал ветер, однако он говорил «Слава тебе, Боже!» и все у него шло хорошо. У другого крестьянина в Эпире было много земли, много коров и тому подобного. Детей у него не было, у того, у кого было все, не было детей. Если ты спрашивал этого человека, «Как у тебя дела?» то он отвечал «Какие там дела?» Ты еще спрашиваешь. Он никогда не говорил «Слава тебе, Боже!» Все брюзжал и роптал, и вы бы только посмотрели. То у него околевала корова, то с ним происходил какой-то другой неприятный случай, потом еще что-то. У этого человека было все, но он не преуспевал. Вот смотрите, дорогие друзья, вот преподобный Паисий описывает в общем-то стандартную ситуацию. Люди могут жить рядом друг с другом, один трудится, делает все, что может, и благодарит Бога. Другой может иметь все, у него в буквальном смысле слова «Дом» может быть полная чаша, но никогда из его уст не слышит слова «Слава тебе, Боже!» Иудалия практический совет, который дает преподобный Паисий. Поэтому я и говорю вам, что словословие Бога это великое дело. Бог дает нам благословение, но мы вкусим их или не вкусим, это зависит от нас. Однако, как мы их вкусим? Если Бог дает нам, к примеру, банана, мы начинаем думать о более вкусном ястве, которое кушает какой-нибудь миллионер. Знаете, сколько людей, съедая один черствый сухарь, день и ночь словословит Бога, испытывают небесную сладость. Эти люди приобретают духовную чуткость и понимают, что рука Божия начинает их ласкать. А мы этого не понимаем, потому что наше сердце засалилось и нас не удовлетворяет ничто. Мы не понимаем того, что счастье в том, чтобы иметь ко всему правильное отношение, не прилипляться ни к чему, не прилипляться к суете. Вот, дорогие мои друзья, совет Богомудрого преподобного Паисия. Краткий вывод из всего сказанного выше, что ропот умножает ропот, и человек, который ропщит, как мудро сказал преподобный Паисий, к тому приходит дьявол и делает жизнь его невыносимой. А словословие, там, где словословие, там все больше и больше благодианий Божий. Поэтому словословием Бога можно очистить свою душу от этого очень пагубного недуга. Давайте, дорогие мои друзья, будем почаще благодарить Бога, почаще говорить «Слава тебе, Божия!» Святитель Иоанн Златоуст, один из выдающихся учителей церкви, неоднократно в своих проповедях говорил «Славослови Бога, даже если твое естество противится этим словам, даже если твой ум как бы протестует и задает вопрос «За что я буду благодарить Бога?» «Вот у меня ничего не получается, или болезни, или скорби, скорби одни не приятны, за что мне благодарить Бога?» «Понуждай себя», пишет Святитель Иоанн Златоуст, «Бога поблагодарить», и увидишь, как словословие будет умножать словословие, и благодеяния Божие будут к тебе приходить. Потому что ропот порождает ропот, а словословие Бога порождает словословие. Будем стараться, дорогие друзья. Помоги нам всем, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok